Всем здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале «Опомнишь», на котором мы вместе вспоминаем старые, но интересные сериалы, фильмы, мультфильмы и игры из нашего с вами детства и юности. А в этом видео мы вспомним сериал, который в свое время был популярен как у мальчишек, так и у девчонок. Ну а перед началом видео я предлагаю вам подписаться на мой канал и поставить палец вверх, если вы помните этот сериал. Ну что, начнем? А помнишь был сериал «Монахом Туком» в роли монаха Тука Мартин Элис. Робин Гуд стал легендой, которая дожила до наших дней и воплотилась в новые приключения Робина Гуда. Новые приключения Робин Гуда – это американо-французский телесериал, созданный по мотивам английского фольклора о народном герое по имени Робин Гуд. Первая серия сериала вышла 13 января 1997 года на американском кабельном канале ТНТ, ну а последняя 13 декабря 1998 года. В главных ролях снялись Ричард Эштон, играет роль малыша Джона, ну или маленького Джона, друга Робин Гуда, и вопреки своего прозвища он большой и сильный, но глупый. Мартин Элис в роли упертого священника, которого все зовут брат Тук, еще один друг Робин Гуда. Анна Галвин в первых 13 эпизодах играла роль Марин Фитцвальтер, подругу Робин Гуда, которая влюблена в него. В последующих эпизодах ее роль будет играть Барбара Гриффин. Ну и Мэтью Паретт в роли легенды Шерлдского леса Робин Гуда в первых 26 эпизодах. После его место занял актер Джон Брэдли. Сюжет сериала такой. Легендарный герой-преступник по имени Робин Гуд прошел через множество испытаний, одолел огромное количество врагов, восстановил несправедливость там, где это требовалось. Но на этом его приключения не заканчиваются. Он вместе со своими друзьями Малышом Джоном, братом Туком и леди Мариан Фитцвальтер, подстречают на своем пути еще более могущественных врагов, которые не только сильны, но и обладают магией, с которой Робин еще не сталкивался. Но несмотря на это, они не остановятся ни перед чем. Сериал имел 4 сезона, а общее количество серий составляло 52. В России трансляцией сериала занимался канал ОРТ в период с 1997 по 1998 год. И возможно я ошибаюсь, но были показаны только первые два сезона. Новые приключения Робин Гуда создавался под впечатлением сериалов «Зена Королева Войнов» и «Геркулес. Легендарные путешествия», которые в русской локализации почему-то назвали «Удивительные странствия Геракла». Оба сериала на тот момент уже вовсю транслировались на американских каналах и имели огромный успех. Чтобы удержать зрителей у телевизора, американский кабельный канал ТНТ пошел на хитрость. Премьера первой серии сериала состоялась в конце знаменитого шоу WCW Monday Night Raw. Причем эпизод запустили в эфир после начала последнего главного боя вечера между Халком Хоганом и Биг Шоу, а сам бой показывали в рекламных паузах. Актер Мэтью Паретт в 1993 году сыграл Уилла Скарлетта Ахара, друга Робин Гуда в фильме «Робин Гуд. Мужчины в трико». В этом же сериале ему дали главную роль Робин Гуда. Вот такой карьерный рост. Первые два сезона сериала имели, пускай не огромный, но успех среди фанатов. Несмотря на сомнительный сюжет, в который пихали действительно порой всякий бред, такой как нападение монголов или атака викингов, которые каким-то образом появились в Англии конца 12 века. Также было огромное количество ляпов, таких, например, как картонное оружие, которое втыкали под мышку врагу и тот умирал. Да и вообще боевые сцены были сделаны очень плохо и порой даже смешно. Многие высказывались негативно об актерах, которые играли в массовке, ну или мелкие второстепенные роли. Проблема была в том, что эти самые актеры просто-напросто не умели говорить по-английски, а те, кто мог, говорили с огромным акцентом, несмотря на то, что действие сериала происходит в Англии. Все потому, что сам сериал снимался в Литве, в окрестностях Вельнюса. Оттуда же и были набраны актеры в массовку и на мелкие второстепенные роли, но вот говорить по-английски большинство из них не умело. Многим фанатам сериала, в особенности его женской части, очень полюбился актер Мэтью Парретт. По мнению многих, его актерская игра, внешний вид и харизма создавали практически идеального Робин Гуда, такого, которого действительно заслуживают фанаты. Но к их огромному разочарованию после двух первых сезонов создатели сериала заменили его актером Джоном Брэдли, из-за которого на сериал сразу же посыпался шквал критики. В том плане, что актер начал сразу же отыгрывать другого Робин Гуда, который постоянно пил и был полным болваном. Замену актера создатели никак не комментировали, но фанаты понимали, что актера Джона Брэдли взяли на роль только лишь из-за его одной удачной роли в фильме «День независимости» 1996 года, что многие посчитали идиотским решением. Но все-таки, несмотря на весь негатив, многие фанаты до сих пор любят этот сериал. Все из-за того, по моему мнению, что создатели взяли несколько историй о Робин Гуде, которые были уже написаны в различных романах и других произведениях, немного их изменили, что-то добавили, что-то убрали, а самое главное, все это скрепили магической составляющей. А фильмы и сериалы в 90-е, в которых присутствовала магия, были очень популярны. А на этом у меня все. Пишите в комментариях свое мнение о сериале. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте палец вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе о новых видео, в которых мы вспомним еще огромное количество старых, но интересных сериалов, фильмов, мультфильмов и игр из нашего с вами детства и юности. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!